Добро пожаловать на наш канал! И от какого-то общего понятия пришли к чему-то такому, что мы назвали совестью или велением в сердце. И получилось так, что вроде добро скукожилось до такого определения. Но на самом деле это не так, конечно. На самом деле надо прояснить точное определение добра, потому что добро, оно различается. Я уже однажды об этом говорил, что есть добро, которое мы наблюдаем в экономическом обмене. В соответствии с определением того, что такое добро. Добро – это намеренное оказание пользы другому. Или намерение совершения в отношении другого какой-нибудь пользы. Так вот, мы это добро усматриваем в экономическом обмене. Но в экономическом обмене это добро посредовано корыстной целью. Целью наживы, целью прибыли. Я вот не помню, как ты опроверг, у меня была другая версия, что добро – это не столько уровней добра. Никакого зла нет вообще. И что только в зависимости от того, на какой степени совершенства находишься, то, что выше тебя добро, то, что ниже тебя зло. Я же говорил, что мы когда-то обсуждали этот вопрос. Можно рассматривать добро в смысле онтологическом в двух смыслах. В первом смысле можно считать, что есть в мире добро. И считать, допустим, что есть Бог как высшее благо. И рассматривать по нисходящей все остальные существа и все остальные сущности ниже Бога. И в этом смысле они имеют меньше добра и в каком-то отношении, в смысле, соотносительно, являются злыми. Тогда получается, как ты говоришь, что… Можно это рассматривать, например, в том, как понимается в неоплатонизме, что есть некий центр, а есть периферия. Ну да, просто есть разные уровни совершенства. Да, есть разные уровни совершенства. Но это можно понимать только в том случае, если добро понимать как нечто сущее. Да, вот в онтологическом плане расположенное в самом мире. То есть добро – это не намерение, да, не оценка намерения, как я говорю. А добро – это сами вещи добрые. Вот стул, он в каком-то отношении имеет… У него есть, допустим, он черный, на ножках, удобный, и в том числе в каком-то отношении добрый или злой. То есть какая-то градация между этими понятиями тоже присутствует, как какое-то свойство самой вещи. Можно считать, что добро – это некое свойство сущего. Почему так можно считать? Потому что есть высшее сущее, благое. Ну стул в какой-то степени благ, конечно. Нет, но это в отношении любого сущего. В отношении животного, в отношении человека, в отношении камня. Любое сущее. Если мы говорим о том, что добро представляет собой нечто существующее, сущее, да, то есть реальное. Прежде всего мы это говорим, когда обсуждаем существование Бога. То есть Бог – это и благо, да, и вот это благо реальное. И всё остальное, как бы то, что от Бога отстоит, да, оно от Бога получает благо, но в меньшей степени, да, и вот в меру получения блага оно является тоже благим. Само оно благим является. Это вот одно понимание добра. Второе понимание добра, оно утверждает, что в мире, в самом мире, нет ничего доброго и злого. Мир нейтрален. Понимаешь, вот мир, собственно, стул вон стул. У него нет такого свойства быть добрым или быть плохим, да, то есть быть злым. У него такого свойства нет. А что на самом деле добро и зло – это только некие определённости нашей свободы. То есть они возникают только, когда в наших действиях есть намеренности. То есть когда мы проявляем некую волю, и как характеристика нашей воли. Вот в каждом поступке, который мы совершаем, помимо каких-то обстоятельств, характеристик этого поступка, конкретных особенностей, да, этого поступка, существует ещё такая вещь, как намеренность и ненамеренность. То есть я могу совершать один и тот же поступок случайно, да, как так сошлось, а могу намеренность. То есть что же будет критерием добра тогда? Критерием добра тогда выступает, на что направлено намерение. Если намерение направлено на вред – это зло, если намерение направлено на пользу – это добро. И как быть с такой общеизвестной поговоркой, что благими намерениями… Да, и это является одной из сложностей этики вообще. Ты заметь, что как бы если всё добро, которое существует в мире, сосредоточено только в наших намерениях, а сами по себе вот эти вот действия, да, которые мы совершаем, они не добрые, не злые, сами по себе. Мы просто как бы прикладываем ко всем нашим поступкам, прикладываем ещё такую характеристику, в связи с тем, что у нас есть свобода, только потому что мы обладаем свободой. Характеристику намеренности. И вот эта намеренность придаёт поступку, характеристику быть добрым или быть злым. Ну, например, ты можешь совершать поступки как бы случайно, хаотично, да, и в нём может не быть никакого намерения, тогда они не будут добрыми и злыми, они просто будут тогда вредными, либо полезными. Они сами по себе злыми не будут, и сами по себе добрыми не будут. То есть поступки, вот всё, что существует в мире, лучше так говорить, да, тогда, вот в этом определении, если добро считать только намеренностью, всё, что существует в мире, имеет характеристику полезности и вреда. Вот стул. Он имеет характеристику полезности, на нём можно сидеть. Один стул более полезен, другой имеет стул менее полезен. То есть мы можем рассмотреть некоторую градацию полезности и вреда. То есть отдельно по градации полезности, одно более полезное, другое менее полезное. Значит, смотрите, это на самом деле вот эти вот, работать с этими начальными определениями очень важно. И для того, чтобы понимать и двигаться дальше, конечно же, надо с этим разобраться. Если мы сейчас к этому возвращаемся, то это необходимая вещь. Так вот, если добро проявляется только в нашей намеренности, почему только в нашей намеренности, я объяснил. Потому что намеренность – это и есть способ, каким мы проявляем свободу. Свобода наша проявляется в наших намерениях. Потому что наше намерение – это проявление нашей воли, это то, что мы, собственно, сами делаем. Мы можем, допустим, вести себя обусловленным чем-то. Но, по крайней мере, в намерениях мы обладаем собственными действиями, обладаем собственной волей. Так вот, если мы считаем, что добро и зло – это только характеристика намерения, которая прилагается к каждому нашему поступку, к каждому нашему деянию, которое само по себе не является ни добрым, ни злым, а является только полезным и вредным. Так вот, правильно было бы сказать так, что все в мире имеет характеристику полезности и вреда. И мы как-то, люди, это понимаем. Мы живем в мире, в котором есть нечто опасное, есть нечто полезное. Причем в среднем, есть некая полезность в среднем для людей, есть некая вредность в среднем для людей. Для одного человека может быть одно полезным, для другого это может быть вредом. Тут, конечно же, есть какая-то градация, какой-то диапазон возможностей есть. Но в некотором отношении мы не говорим о том, что в самом мире существует добро и зло. Мы говорим только, что в самом мире существуют только вред и пользы. И что такое тогда добро и зло в смысле намеренности? Когда вот этот вред и польза, который в самом мире есть, потому что в самом мире всё расположено в отношении к нам как вред и пользы, когда мы его используем намеренно, когда мы причиняем вред намеренно – это зло, когда мы совершаем в отношениях другого полезные вещи, намереваемся совершить. Понимаешь, тут когда я говорю намереваемся… Мы не можем сказать, что мы совершаем… Понимаешь, в твоей системе мы никогда не можем сказать, что мы сделали что-то доброе. Мы можем только говорить, что мы намеревались. Нет, нет, нет. Сейчас я тебе объясню. А что будет критерием-то добра и зла? Послушай, послушай. Когда я говорю про намерения, я просто специально выделяю из общего действия. Вот есть некая моя активность. Я говорю о намерении только для того, чтобы понять, для того, чтобы указать явно на то, что в этой активности присутствует моя воля. На самом деле надо было бы просто говорить, когда я совершаю активно поступки. Осознанные поступки совершаю. Понимаешь, что такое намерение в каком-то отношении? Это ведь не нечто психологическое, как кажется. А это скорее некоторая моя активность, которая может проявляться во многих поступках. Я это все понимаю. Но помнишь, мы же говорили, что жизнь сложна, и ты намереваешься принести человеку пользу, и даже приносишь ему пользу, а эта польза идет ему во вред. Я же уже объяснял. Это одна из проблем этики. Она никак не отрицает и никак не возражает самому определению. Это просто проблема этики. Эта проблема этики существует без относительно определения. Без относительно определения ты можешь совершать добро, и тем не менее оказывать человеку реальный вред. Так а в другой этой системе? В любой системе. В любой системе. Точно так же. Нет этой проблемы. Точно такая же проблема есть. Где она там есть? В онтологической проблеме точно так же есть. Ты совершаешь добро, как тебе кажется, онтологическое добро, а оказывается, что для другого человека это огромный вред за огромное зло. То же самое. Это никак не само. Нет, подожди. Если у тебя есть некий абсолют. И он тебе в чем-то дан. Ну как Бог, например. И ты выстраиваешь систему уровня совершенства. Это то, если ты с более высокого уровня совершенства, делаешь для более низкого уровня совершенства, это всегда будет добро. Независимо даже от твоих намерений. Почему это так? То есть, если цивилизованные люди, которые считают, что они имеют свет Христов, приезжают в Арусскую страну, скажем, в Америке, где индейцы живут, и огнем и мечом наслаждает учение Христова, не потому что они плохие, эти люди, а потому что индейцы не хотят этой веры, вашей Христовой. Они почитают своих предков, они почитают своих богов. Но христиане-то считают, что они несут свет как бы до истины, потому что они-то считают, что они-то правы. Когда они насаждают свою правоту огнем и мечом, ты считаешь, что они на самом деле делают добро? Нет. Подожди, подожди. Ты сейчас занялся политической полемикой, как я это назвал. Нет. Здесь просто есть некие логические нарушения. Еще раз, давай так. Потому что если бы протестанты приехали в Америку и поступали как христиане, то вера христианская не может насаждаться огнем и мечом. Просто, как говорил наш президент, надо отделять мухи и котлеты. Понимаешь, есть человеческая природа. И она, даже когда на человека одевают узду христианскую, она все равно вылазит. Потому что крестоносцы, когда шли завоевывать типа гроб Господень, с благими намерениями типа религиозной войны, на самом деле, как на любую войну, шли чисто пограбить. Это было главным. А все остальное были словеса. Поэтому по дороге гроб Господень они разграбили Константинополь. То же самое, когда конкистадоры приехали к индейцам, они приехали грабить. А вся эта христианская разеология была такой прикрытием. Ну это означает, Валя, но ты вот интересный такой. Ты как бы хочешь... Подожди, я просто... Человек, он не сводится к простым вещам. Не, не подожди. А ты сейчас свел к простым вещам, только пограбить они приехали. То есть не было настоящих проповедников, то есть не было настоящих людей, которые святыстин хотели принести. Ты сам одной рукой свел к простым вещам, а потом теперь хочешь мне объяснить, что не сводится к простым вещам. Это как? Я-то как раз и хотел доказать, на самом деле, что были истинные проповедники, которые воистину приезжали и воистину проповедовали. Но только так получается, на самом деле, по факту, что ты-то проповедуешь, на самом деле. Объясню, почему у меня все логично, а у тебя нет. Почему не сводится к простым вещам. Потому что ты упустил главное, что я тебе сказал. Что если бы они шли как христиане, они не могли бы идти огнем и мечом. Когда, потому что Христос сказал, поднявший меч, отмещай, ну, как бы проклял войну. Поэтому, когда христианин поднимает меч, что бы он ни говорил. Какие благие цели он не выставил. На самом деле, он хочет грабить. Тогда христианин не было на земле. Просто не было. Потому что христианство... Были, боже, француз-касивский, мантерез. Да, вот два с половиной человека и было христианами. Апостолы, которые были изначально, просто исказили веру. Ты опять, не было христиан на земле. Вот сейчас я тебе просто объясню. Ты дай мне слово, я тебе объясню, почему как бы христиане начинают огнем и мечом насаждать. Я тебе просто объясню. Не потому, что они плохие. Это еще каждый раз. Ты пытаешься в этом найти какую-то плохую человеческую природу и указать. Вот они были несовершенны. А я тебе говорю, что фактически, как обычно это случается. Люди приходят проповедовать истину, но оказываются в ситуации, когда другие люди сопротивляются. И хватают этих проповедников, сжигают их, распинают, убивают и прочее. И тогда другие тоже добрые люди приходят и мстят за этих первых добрых людей. Ты пойми на самом деле, что такое, как возникают такие вещи. Такие вещи возникают не в силу того, что здесь есть какая-то корысть, а возникают в силу доброты. Вот сама доброта так устроена, на самом деле, если она активная, что если она вмешивается в чужое пространство, то это чужое пространство начинает сопротивляться. Сопротивляться не пассивно, а активно. Когда приехали европейцы к индейцам, индейцы их встретили радушно, уверяю тебе. И все там было нормально, пока не возникло того, что начали среди индейцев проповедовать определенного рода воззрений. И не только воззрений, но помимо воззрений свои обычаи проповедовали, свою культуру проповедовали. Насаждать, ну не насаждать, скажем так, а распространять свои какие-то привычки и прочее. Ну естественно, у чужой культуры точно так же есть какие-то лидеры, точно так же есть вожди какие-то, какие-то есть священники. А нет, попытались народ от своего отградить от этого. Этим не понравилось, понимаешь, как это так? Мы принесем, носим свет истины, а тут какие-то там незрелые, темные люди пытаются от света истины уклониться. Ведь точно так же начали уничтожать этих священников, потому что они типа не правы. И точно так же это произошло и на Руси с волхвами. И везде всякая старая религия так именно и уничтожалась. И христиане, когда распространялись, как уничтожали всякого рода языческих храм, уничтожали. Вот, например, ты, язычник, уничтожает твой храм. Неужели ты не встанешь на защиту своего храма? Ты встанешь на защиту своего храма, и получишь это по заслугам, тебя тоже уничтожат. Понимаешь? Ты пойми на самом деле, что взаимоотношения людей не так просты, чтобы мог прийти человек с добрыми намерениями, но с активными добрыми намерениями. И чтобы эти активные добрые намерения были восприняты другой стороной. Так не получается. Другая сторона, естественно, всегда всякого рода движения в отношении, агрессивное движение в отношении каких-то его пространств. Ты что, считаешь, что мирной проповеди не было вообще, что ли? Я говорю, мирной проповеди. Всегда нас ожидал, что он мячом? Пойми. Никогда не было убеждений. Мирные проповеди были, но мирная проповедь на самом деле, как сказать... Ну, то есть был же другой путь. Мне больше всего прикалывает. За что убили Христа? Вот если так вдуматься хорошо и почитать Евангелие, и считаться в Евангелие от Иоанна, и прочитать там, что сказал один священник? Пусть лучше погибет один человек, чем весь народ будет это уничтожить. Ведь это доброе намерение. Ведь это совершенно доброе намерение. Ведь действительно, они воспринимали Иисуса Христа как бунтовщика и из этого возмутителя спокойствия, который прежде всего провоцирует Ириим на какие-то действия. И они сказали, ну пусть этот лучший защитник умрет, понимаешь? А народ мы сохраним, потому что народ важнее, чем один человек. Это ведь совершенно доброе намерение. А фактически пришло к тому, что человеку это было отдан на распятие. Ты пойми, на самом деле, это не есть проблема определения, моего определения добра. Это проблема любого добра, любой активности. Вот если ты будешь активно наслаждать свои взгляды, вот, например, мы, будем проповедовать свои взгляды. Найдутся люди, противники, которым это не понравится. Сначала они будут говорить тебе, что, пожалуйста, остепенись, прекрати проповедовать эти взгляды. А потом может дойти, если мы не согласимся с этим, может дойти и до насилия. Ведь всегда так начинается. Сначала ты... Вот что такое проповедь? Это важный момент опять. Проповедь — это некое активное вторжение в чужое пространство. Вот сейчас хороший пример, свидетели Иеговы ловят за руку кого-нибудь на улице, и говорят, а слышали вы о Христе и прочее. Ты идешь по своим делам, и вдруг тебя останавливает какой-то проповедник и пытается что-то там тебе втюхать. Ну, понимаешь, ну, какого у тебя к этому отношения? Негативно. Да, негативно и всегда так. Причем я этот пример привел, потому что он психологический пример. Тебе негативный, потому что ты этого не ожидал, ты на что-то рассчитывал, тебе какие-то планы, если тебя остановили, тебя задержали. Нет, у меня не по этому. Ну, неважно. Это я просто объясняю, допустим, психологический. Но точно так же проповедь можно рассмотреть и в более глобальном масштабе. При ты, у тебя какая-то твоя идеология, допустим. У тебя идеология... Ты приходишь к фашистам, допустим, и пытаешься пацифистскую идеологию проповедовать. Но не понравится там лидерам, не понравится не самим фашистам. Не понравится им это. Или наоборот. Это же неважно. У тебя одни взгляды политические, у кого-то другие. Ты придешь своим политическим взглядом, тебя оттуда выгонят. Понимаешь? Ты пришел своим истамом в чужой монастырь. Ты хочешь сказать, что у людей нет сознания, и к сознанию прийти бесполезно. Я хочу сказать, что есть действия активные. Вот ты как бы слово активный почему-то никак не хочешь слышать. Вот есть действия. Но осознать люди что-то могут или нет? Могут, все могут. Значит, можно достучаться до сознания? Можно. Даже фашисты? Кого угодно можно достучаться. Только когда речь заходит о массах, когда речь заходит о делах огромных, такое не проходит. Потому что люди в массе своей несознательны. Когда речь заходит об одном конкретном человеке, один конкретный человек, ты ему что-то объяснить можешь. А когда речь заходит о группе людей, то это уже нереально. Потому что если группа сплоченная, то у них своя сплоченная совесть определенная. И если ты будешь говорить что-то против их совести, то естественно они восстанут. Никто никогда это не захочет. У Ганди мир услышал. Мать Тереза мир услышал. Да все понятно. Вы можете услышать и Ганди, и кого угодно услышать. И Христа тоже услышали. Франциско, Осиско. С 2000 лет... Да, послушай, он поехал, он был католиком. Была война католиков с мусульманами. Он поехал к мусульманам. Да все понятно. Те приняли его. Слушали его проповеди две недели, отпустили с почетной. Может прийти к тебе фашист и проповедовать свою истину, и потом ты станешь фашистом. Все что угодно. Я же тебе говорю вещи, которые противоречат тому, что только что говорил. Нет. Не противоречат никак. Франциско, Осиско, достучался до сознания. Еще раз. Без меча он был против войны. Ты вот вдумайся, что ты говоришь. Мы же занимаемся не тем, что просто в одну кучу все валют. Вообще, что мы сейчас обсуждаем? Добро и зло. Нет. Мы обсуждаем, что независимо от моего определения, независимо от него, человек, делающий добро, может совершать на деле зло. Независимо. Независимо от моего определения. Потому что мое определение добра, точнее, наше определение добра, это просто попытка концептуализировать добро, попытаться вести некоторого рода определенность, для того, чтобы с ним можно было работать. Если понятие неопределено, с ним работать невозможно. Меня в твоей системе, которую ты излагал сейчас, смущает. Момент, что нет мерила, нет критерия добра. Мерила есть. Я же тебе уже объяснял. Мерила есть. Польза? Да. Которая может быть во вред. Как? Если... Ты не понял, особенно. Ты совершаешь... Тут проблема-то в чем состоит? Ты просто хочешь, чтобы... Когда я тебе сейчас рассказываю про добро, я тебе сразу сделал 50 шагов. Вот знаешь, как в математике. Ты на первом классе сидишь, 2 плюс 2 прибавляешь, а ты продолжаешь, а давай интеграл посчитай. Но ты еще 2 плюс 2 не прибавил. Сейчас я тебе скажу. Вот перед нами человек, допустим. Нормальный человек живет нормальной жизнью. И мы даем ему много денег. Это же польза для него. И он потом эти деньги приумножает, делает много полезного, строит завод, нанимает рабочих, дает людям работу. В общем, приносит море пользы. Слышишь? Или же мы у этого человека не даем ему денег. Он просит, а мы ему не даем. И он как бы начинает вести другую жизнь. Начинает какие-то знания приобретать. Становится монахом. Какое из этих путей более благ? Я не знаю. Оба, по-моему, хорошие. Еще раз могу тебе сказать, Валя, проблема состоит не в том. Проблема определения полезности это проблема конкретной реализации добра. Это не проблема самого добра. Ты пойми на самом деле, что когда люди, которые считают, что добро может быть сущим, ведь на самом деле они делают не что иное, как полезность, и вред, о котором я говорю, они возводят в понятие добра и зла. То есть они не различают добро и зло, и пользу и вред. Они приравнивают добро и пользу и приравнивают вред и зло. Почему нельзя приравнивать вред и зло? Потому что есть вред, допустим, ураган какой-то налетел, случились какие-то там, случился какой-то вред, у кого-то машину повредило, у кого-то там повредило жилище и прочее. Этот вред не является злом. Понимаешь? Он не является злом. И даже мы как бы интуитивно понимаем, что это не зло. Я это понимаю. Я имею в виду критерии. Ну вот хорошо, я понимаю, что это не твой критерий, но как вот пример, чтобы ты понял, о чем я имею в виду. Допустим, критерий может быть какой? Наши поступки по отношению к другим людям несут больше жизни для этих людей или приводят этих людей к смерти в большей степени? Да можно сколько угодно говорить, только с такими вещами работать невозможно. Я же тебе еще раз говорю, чтобы работать. Ну это по крайней мере можно посчитать. Никак не посчитаешь. Да, приплод в стадии или убыль. Тебе же не нравится определение добра, ну не нравится, придавая другое, но только не такое, что больше жизни, меньше жизни. Что это за определение такое? Ну тогда получается, монах, который сидит, медитирует, где-то там в пещере умирает, а у него меньше жизни, да? Больше жизни, меньше жизни, этого я не придерживаюсь, я тебе уже сказал. Я тебе сказал, что мне нравится, какая мне нравится система. Когда есть абсолютное совершенство, есть степень и уровень совершенства. Ну а что это такое? Ну что это такое степень и совершенство? Фашист, это лейтенант, фашист, это генерал, там фашист, там это главнокомандующий. Вот, большее совершенство фашизм. Ну и что? Я вот не понимаю, что, где добро это или зло? Как определить? Для тебя зло, а для фашиста добро. В твоем, в твоем этом ракурсе-то. Совершенство никакого отношения к добру не имеет, в прямом смысле. Возле, можно совершенствовать в спорте, можно совершенствовать в чем угодно. Стрельбе из лука, там, не знаю. Совершенствоваться там, это, в вождении машины. Само по себе совершенствование, это не есть добро. Добро и совершенствование, это разные вещи. Совершенствование, это увеличение какой-то интенсивности, увеличение какого-то уровня. А добро, само по себе, должно как-то быть определено, помимо совершенства. Потому что совершенство, это следующее определение, которое нужно добавить к добру, чтобы понять, почему добро может развиваться. Причем оно должно быть увеличиваться, может. Увеличиваться все, что угодно, может зло увеличиваться. Тоже может взлесовершенствоваться. И заощряться все больше и больше. Поэтому я говорю, что ты крутишься, у тебя есть некое интуитивное понимание, как что такое добро. Потому что для тебя добро – это пустое слово. Есть только просто некое чувство. Понимаешь, вот ты вот чувствуешь как бы и все. И можно с этим жить, с этим жить можно. И мы же это обсуждаем, что есть понимание добра в виде совести. Мы на это выходили. Есть такое понимание добра. Есть. Но это не полно не покрывает все добро, которое существует в мире. Не покрывает. Потому что если все добро свиводится к совести, ну я не знаю, тогда. Тогда что тогда со справедливостью делать? Почему в справедливости тоже существует добро? Ведь в справедливости добро существует не как совесть. В справедливости добро существует как конкретное, определенное добро, которое уравновешивается конкретным, определенным, там, другим добром, там, или злом. Потому что в справедливости все определено четко и ясно. Потому что справедливость – это некого рода способ уравновешивания, да. То есть око за око, да? Или там зуб за зуб. Ну смотри, у нас есть уголовный кодекс, есть гражданский кодекс. Ты сейчас просто создашь такой кодекс добра. Ничего я не собираюсь кодекс добра создать. Я вообще даже об этом не говорю. Я пытаюсь понять вопрос. Почему здесь вообще какие-то кодексы? Я вообще не понимаю. Что такое по-твоему рассуждать? Ты каждый раз, проблема сводится просто к тому, что ты не понимаешь, что такое рассуждать. Ты противопоставляешь некую интуицию и рассуждение. Ты почему-то думаешь, что если я рассуждаю, то я обязательно какой-то кодекс создаю. Либо я применяю свое мышление для того, чтобы что-то понять. Это и называется рассуждать. Либо я просто интуитивно что-то чувствую. Вот мне что-то там понятно, и все как-то интуитивно, все как-то примерно. И вот на этой интуиции я живу. Я примерно в каждой конкретной ситуации понимаю, как себя надо вести, как правильно, как неправильно. То есть вот ты в этой дилемме живешь и пытаешься мне как-то возражать. С чего ты пытаешься возражать? А как мы вообще тогда рассуждаем о чем-то? Как вообще тогда? Зачем тогда вообще нам мышление? Тогда мы надо животными стать. Животные точно так себя ведут. Что-то они там чувствуют по-своему, как надо вести. И ведут себя интуитивно. Когда мы перешли к разговору о добре и зле, то мы перешли именно к рассуждению об этом. И мы должны покинуть интуицию. Не согласиться с тем, что она достаточна. Для того, чтобы понять это все, как бы ввести какие-то определения, попытаться вообще с этим работать. Так поступает любая наука. Это не то, что я придумал. Любая наука точно так поступает. И наука, связанная с человеком, психологией, социологией, биологией и прочее. И науки, которые связаны с миром. Физика, химия и прочее. Все они именно так поступают. Есть какое-то интуитивное, примерное понимание отчета. Потом ты как бы берешь, разбираешься с этим вопросом, будешь какие-то понятия, начинаешь с ними работать. И у тебя возникает какая-то концепция. Это в принципе, я говорю, опять же, не возражение тому, о чем я говорю. Это возражение в принципе научности как таковой, рассуждению как таковому вообще. В общем, нам нужно найти какой-то критерий добра. Еще раз говорю, критерий добра найти нельзя, можно только определение найти. Что такое критерий добра? Вот это означает, что ты уже знаешь, что такое добро, а у тебя есть критерии. Я же говорю о том, что сначала должно быть определение. Какое-то определение. Ты должен понять, в чем состоит определение. Вот ты говоришь добро, а что это такое? Что такое добро? Не к тому, что больше добра, меньше добра, больше жизни, меньше жизни. Это все относится уже к характеристикам количественно. К тому, что такое добро. А само-то добро, что такое? А само-то добро. А что такое время? А что такое пространство? Что такое любовь? Что такое Бог? Это такое понятие «добро», которое уже ни к чему больше не сможет. Ну вот я и говорю, что добро у тебя осталось на уровне интуиции. Я же тебе и сказал. Что такое время на уровне интуиции остается? И многие вещи действительно так и остаются на уровне интуиции. Но наука занимается тем, что из интуиции поднимает эти вещи в рассуждение. Понимаешь? И пытается их определять, как-то с ними работать. В том числе и с временем, и с пространством, и со всеми другими вещами. В этом разница между интуитивным пониманием и научным. Я бы сказал так. И между интуитивным пониманием, между чувством и мышлением. Наука опирается на мышление. По-другому не может. Нет, конечно, было бы очень здорово вывести это на язык сознания. Ну и тем более на язык сознания. И ты сам заметишь, что если у тебя все лежит на уровне интуиции, то никакого в сознании быть не может. Ты тогда себя ведешь себя во многом бессознательно. Потому что ты не понимаешь, почему это правильно. Ты понимаешь, что правильно, а почему? Ты не можешь это объяснить, обосновать. У тебя нет для этого никаких средств. Ты единственное, что чувствуешь, что это правильно, а это неправильно. А почему? Ну потому что непонятно и все. Потому что так и все. Так заведено ли там. Тебе это ясно и все. Откуда там непонятно, откуда ясно. С чего начал Сократ? Вот линия движения философии и рациональной. Он ходил на базарную площадь и задавал вопросы, в том числе и про нравственность. И пытался их выяснить. Не просто интуитивно, а все интуитивно понимали, как правильно. И на вопросы Сократа отвечали в конкретных ситуациях правильно. А он говорит, а общее определение у этого есть? Вот общее. Не так, что конкретный этот случай, конкретный другой. А общее какое-то определение у этого есть? Понимаешь, вот что он пытался выяснить. Он пытался выяснить общее определение. Добро в том, что добро нельзя свести к пользе. Я разделю свелку в добро к пользе. Если ты внимательно слушаешься, я добро свел вообще-то к намерению, а не к пользе. Польза здесь вообще ни при чем. И к намерению польза нельзя свести. Почему добро свел к намерению, я объяснил. Потому что намерение – это проявление свободы в наших действиях. Вот есть действия, которые ты совершаешь. Они на самом деле обусловлены твоим телом, положением в мире, какими-то внутренними мотивами и прочим. Единственное, что свободное прибавляется ко всему этим действиям – это намерение. Это воля. Ну сколько уже можно объяснять-то одно и то же. Смысл свободы заключается ни в каком нет ни пользе и вреде, а только в намерении. Двадцатого Бердяева. Я никаких… Бердяев здесь ни при чем. Вообще ни при чем Бердяев здесь ни при чем. Просто свобода – это единственная характеристика, с которой работает этика. Вот, допустим, метафизика работает с другой характеристикой. Она работает с характеристикой познаваемой-непознаваемой. Ну какие-то еще там другие, наверное, характеристики есть. Там… А в этике главная характеристика – это воля и свобода. Ну да, в намерении как раз присутствует… И намерение. Именно намерение и есть проявление нашей свободы и конкретных обстоятельств поступка. Вот есть конкретные обстоятельства поступка. Я могу автоматический поступок совершить. Просто автоматический. Поскольку в нем нет намерения непосредственно, надо вот тогда понять на самом деле, вообще этот поступок нравственный или нет. Я автоматически что-то сделал, рукой махнул. Нравственный этот поступок? Вот я так махнул. Или не нравственный. Надо каждый раз, если мы возьмем совокупность многообразных наших поступков, то выяснится, что мы совершаем 90% поступков, никакого отношения к нравственности не имеющей. Мы что-то кушаем, ходим, стоим, спим, делаем зарядку, еще что-то там делаем, на машине, машину водим. Какое это отношение вообще имеет к нравственности? Нравственность имеет отношение только если наш поступок соотнесен с другим человеком. Ну действительно же может быть, если бы ты сейчас рукой не махнул, вся история пошла по-другому. Так вот, я говорю, нравственность возникает, когда я соотнесен с другим человеком. А с другим человеком я мог бы быть соотнесен как свобода, как две свободы. Как моя свобода и его свобода. Потому что он, если я соотнесен с ним как с человеком, если я соотнесен с ним, скажем, как с животным, то тогда моя свобода, а у него ничего. Потому что я тогда волен в отношении него делать все, что угодно. У меня есть свобода, а у него как бы нет. Это вот в отношении господина раб. Господин имеет свободу, а раб нет. У меня есть свобода, а я по отношению к рабу делаю, что хочу. Или, допустим, к животному. У меня есть свобода, а я по отношению к животному делаю, что хочу. У животного ее нет, этой свободы. Нарастность возникает, когда есть две свободы. И тогда получается так, что я свою свободу должен ограничить, я уже миллион раз это произносил, чтобы дать возможность быть свободе другого. Иначе как она будет, эта свобода, если я буду относиться к нему несвободно. Если я встретил другого человека, и начинаю действовать произвольно, как хочу. Захотел, его побил, захотел, попинал, захотел, на сердце посадил. Понимаешь? Это означает, на самом деле, что я с его свободой никак не считаюсь. Это означает, что он для меня не человек, он для меня раб, орудие, животное для меня. Вот если я встретил другого человека, и я на самом деле не веду себя как произвольно, а считаюсь тем, что, допустим, не могу его ударить, не могу его оскорбить, Потому что я ограничил сам себя, чтобы дать ему возможность быть свободным. Я ограничиваю себя, и он ограничивает себя. И мы взаимно друг друга ограничиваем. Каждый из нас ограничивает другого, и каждый из нас ограничивает себя. Тут на самом деле и такая диалектика интересная, которая описана, да уже у Гегеля описана феноменология Духа в отделе самосознания. Борьба двух самосознаний. Так вот, суть-то вопроса в чём состоит? Суть-то вопроса состоит в том, что этика только и возникает на уровне соотнесения свободы. И поэтому речь идёт, если мы говорим об уровне свобод, об намерениях. Я продолжаю точно так же в этом мире действовать, и точно так же совершать какие-то рули, ещё какие-то действия делать. То есть по отношению к животным ты не можешь совершить ни добра, ни зла, да? Да. В том определении, которое я сейчас ввожу, нельзя. Получается, неважно, заботишься о животном или ты его мучаешь? Нет. Просто дальше. Да и пойми, на самом деле, я опять тебе возвращаю к изначальному постановку вопроса. Я тебе пытаюсь сейчас про 2 плюс 2, 4 сообщить, а ты мне предлагаешь, а давай интеграл посчитаем. Чтобы дойти до животных и чтобы объяснить, почему животные встроены в наш социум и тоже как бы обладают свободой, это надо ещё сначала человека всего исследовать. Действительно, в нашем социуме, на самом деле, животные имеют какую-то свободу, имеют. Реально-то. Реально мы ограничивали себя, ограничивали себя даже в отношении животных. Даже. Мы даже ограничиваем себя не только в отношении, а мы много чего ещё делаем такого странного с точки зрения обычного мира. Да, вот, мира дикого, скажем так. Мы много чего странного делаем. Но, тем не менее, для того, чтобы это понять, почему я это делаю, надо сначала с человеком разобраться. Потому что самое главное – взаимоотношение двух людей. А по взаимоотношению человека и животного – это вторично по данным отношениям. Оно строится, на самом деле, если вдуматься, по модели того, как взаимоотносишься ты с другим человеком. Сначала ты научаешься ограничивать свою свободу, чтобы дать возможность быть свободным другому, а потом ты научаешься точно так же вести себя по отношению к животному. а не наоборот. Животное встраивается в наш социум как субъект, только благодаря тому, что мы, в принципе, понимаем, что такое субъектность. То есть мы сначала эту субъектность усваиваем в отношении, взаимоотношении людей, а потом также наделяем субъектностью... Человечевым. Да, как бы очеловечиваем животных, на самом деле. И мы более того, если вдуматься, мы даже очеловечиваем здания какие-то, мы очеловечиваем эти какие-то там... Ну, предметы. Ну, предметы, мы можем говорить о соборе, что он живой, он как-то там дышит, там на нас смотрит и прочее. Много что мы можем очеловечивать, да? Понимаешь? И тогда мы к нему можем относиться по-человечески. То есть мы тогда можем выстраивать, даже в отношении неодушевленных предметов, можем выстраивать некую роду этику. Например, в отношении произведения искусства. Произведение искусства – это обыкновенный неодушевленный предмет. Понимаешь? Который впринь, вот как камень лежит на дороге, шел-шел, взял, пнул. Понимаешь? А тут лежит произведение искусства, но ты его не пнешь. Понимаешь? То есть, по отношению к произведению искусства, хотя оно вроде бы такой же предмет обычный, неодушевленный, как камень, но мы выстраиваем некую родоэтику. И более того, на самом деле, есть люди, которые покушаются на эти произведения искусства. Ну как там серную кислоту льют, пытаются их уничтожить. То есть, они тоже точно так же, но ведь в этих действиях они точно так же ощеловечивают эти произведения искусства. Понимаешь? Да, но не забывай, что за этим произведением стоит человек. Правильно. Правильно. И его создал. И за произведением стоит человек, и за зданием. Вот, допустим, кажется, что вот ты наносишь вред какому-то зданию. На самом деле, ведь здание есть продолжение его хозяина. Вот это здание кому-то принадлежит. Ты нанося вред зданию, ты наносишь вред человеку, кому это здание принадлежит. На самом деле, обсудить хотели соотношение справедливости и добра. Дело в том, что справедливости и добро... Но я хотел показать, что они пересекаются. Они не отделены друг от друга непроходимой границей, а пересекаются. Но они пересекаются в смысле того, что такое добро. Потому что в справедливости тоже присутствует добро. Но отличие от справедливости и добра состоит в том, что их отношение козлу. А поскольку справедливость изначально как принцип равновесия, око-за-око, зуб за зуб, некий принцип взаимовоздаяния. Или называется принцип Толеона, или принцип симметрии. Иначе говоря, принцип, в котором уравновешиваются поступки, воли, уравновешиваются отношения. Иначе говоря, принципом справедливости является равновесие и взаимная симметрия. И поэтому справедливость требует для того, чтобы она могла быть осуществлена, не только добра, если речь идет о добре, но и зла обязательно. Справедливость требует наказания за нарушение этих границ равновесия. То есть если кто-то покушается на равновесие и захватывает чужую территорию, если так говорить о терминных территориях, то должно быть указано каким-то способом вернуть это равновесие обратно. То есть вернуть с помощью насилия, с помощью вреда. То есть того, что называется злом. То есть намеренным вредом. Поэтому в справедливости обязательно всегда присутствует и добро, и зло. И вот в отличие от справедливости, добро – это та сторона, то добро, о котором мы обсуждаем, которое запрещает всякое зло, которое уклоняется от зла. Которое старается и даже на зло отвечать добро. То есть когда мы говорим об этике добра, мы как раз и имеем в виду такую этику, которая уклоняется от всякого зла. Которая старается отказаться от зла, даже если оно справедливо. Даже если в отношении тебя совершают некого рода действия, и справедливо этому сопротивляться, то добро на самом деле согласно поступиться в свои территории, поступиться в свои личные пространства ради добра. То есть оно не отвечает на зло злом. Ну мы имеем вот, например, когда мы говорим о христианстве, в христианстве об этом сказано. Когда говорится, что когда ударили в правую щеку, подставь левую. То есть не ответь симметрично. Ударили тебя в правую щеку, ты тоже ударь в правую, как око за око, зуб за зуб. А подставить вторую щеку. На самом деле здесь ведь говорится не о том, что… Здесь ведь, скажем так, здесь говорится как раз о том, что на зло не надо отвечать злом, а надо отвечать по-другому. То есть подставить левую щеку, это просто означает, на самом деле, не отвечать на зло злом. Так вот, когда мы говорим о принципе добра, то мы имеем в виду, что добро остается самим собой. Оно не уравновешено ничем, и поэтому быть добрым во всех всегда, оно сложно. Почему этика добра, она является некоторого рода проблематической этикой? Потому что когда мы стоим на уровне справедливости, когда мы стоим на уровне взаимного воздаяния, когда мы стоим на уровне равновесия, жить легко, потому что это естественно действовать ответным образом. Вот если кто-то на тебя действует, реагировать на это действие симметричным действием. Тебя ударили ударить, тебя оскорбили оскорбить, тебе какое-то действие сделали отомстить. То есть вот это действие реакции, это в принципе естественное действование в мире вообще. Даже если взять просто физику, а не человека, там ведь тоже есть силы действия и противодействия. Это просто все пространство, и пространство физическое, и пространство социальное, оно пронизано вот этим принципом равновесия. Все стремится к минимуму энергии, и все в конце концов замирает в неком равновесии. Потому что равновесие – это тот самый минимум, куда скатывается все. То есть все в мире устроено тем способом, что стремится к некому равновесию. Это равновесие может быть динамическим, это равновесие может быть статическим. Это различные виды равновесия. Но тем не менее равновесие – это и есть тот принцип, который в глобальном масштабе царствует в этом мире. И поэтому он естественен. И поэтому в каком-то смысле справедливость – она на самом деле естественная вещь. И вообще говоря, даже если кто-то нарушает справедливость, она естественным образом восстанавливается. Иногда сразу, иногда через какое-то время, но мы стремимся всегда жить справедливо. Даже не то, что там в этом проявляется наша какая-то воля, а в этом проявляется просто естество нашей жизни. Так все устроено. То есть естество жизни устроено тем способом, что все стремится к некому равновесию. А вот быть добрым, на самом деле, это неестественно. Неестественно быть добрым всегда. То есть во всех ситуациях быть добрым неестественно. Потому что иногда надо отвечать на какие-то действия, какими-то своими действиями. И не отвечать на зло злом – это неестественно. В этом проявляется та самая сознательность, за которую ты валясь и доратуешь. Остановить вот это желание непосредственно сразу среагировать, непосредственно ответить симметричным действиям. Остановить его – это и есть самое сложное, что существует в этики. Собственно, христианство этому и ущет. В чем тут его логика состоит? Мы это тоже много раз обсуждали. Его логика состоит в том, что все в этом мире взаимосвязано и выстроено в некие связанные цепочки добра и зла. То есть, допустим, если мы говорим о том, что действия и противодействия естественным образом связаны, то всякий раз, когда кто-то совершает против другого зло, то в ответ получает как бы тоже зло, естественным образом. И каждый раз возникает вот эта цепочка зла. То есть на зло… Не всегда же это зло идет, допустим, в обратную сторону. Это зло идет дальше. Мы вымещаем свою злобу не на том, кто нам причинил обиду, а на другом человеке и так далее. То есть цепочки зла порождают каждый раз зло. И, соответственно, надо быть честным и говорить о том, что и цепочки добра порождаются добру. Но вопрос этики сводится к тому, чтобы вот эти цепочки зла останавливать. То есть, если против тебя совершено какое-то деяние, это деяние злое, остановить это деяние. Дать возможность как бы вот этим цепочкам зла остановиться. И наоборот, позитивно, активно создавать цепочки добра. Вот я просто могу пример привести. В армии у нас… Ну, просто для того, чтобы было ясно, да. У нас в армии как-то у кого-то пропал ремень. И потом каждое утро просыпались и, соответственно, пропадал ремень у другого. То есть каждую ночь кто-то, у кого не было ремня, шел ночью и воровал ремень у своего соседа. Утром как бы сосед обнаружил отсутствие ремня, и на следующую ночь он воровал у другого. И вот бесконечные цепочки, как вот это, да, вот от воровства, они каждый раз порождали вот эту необходимость воровать. Да, хотя логичнее было бы на самом деле этот ремень кому-нибудь однажды, у кого пропал бы этот ремень, просто купить и остановить вот эту бесконечную череду воровства. Ну и когда дошло вот эта очередь до меня, я, конечно, пошел и купил ремень. Потому что, ну, я, в принципе, мне просто было, я вообще посчитал ниже свое достоинство воровать, ну и как бы решил, кто-то же должен, если не я, так кто же, да, кто-то же должен остановить. Я купил ремень, но меня, конечно, посчитали придурком, потому что я должен был поступить как все, потому что естественным образом, поскольку все воровали, и поскольку в этом состоял даже какой-то прикол какой-то, это некое, как это будет дальше развиваться. Сами, сами сержанты, причем это поддерживали, подхлёстывали, да, они объясняли, как ты должен поступить. Ну, сейчас будет ночь, типа, там, завтра я должен видеть тебя с ремнем, там, и не важно, как ты его достанешь, там. Как бы подразумевал, что я пойду и украду. Так вот точно так же со злом, да, точно так же надо, вот, совершается некоторая цепочка зла, какая-то обида, да, в виде бесконечной мести, да, которая совершается как реакция на некое злое действие, оно вот порождает и бесконечно двигается в пространстве и во времени, да, от одного человека к другому, ну, перенося, как бы, перенося эту обиду, вот, в некое, некое бесконечное, бесконечную отсрочку, да, куда-то туда, двигаясь куда-то там в бесконечность. Вот надо, когда доходит эта цепочка до тебя, её остановить, и тем самым ты прекратишь одну из цепочек зла. Это и есть священство, священное действие. Ну, я просто говорю про то, что такое добро, да, вот, почему добро оно совершает, почему добро обосновывается, что не надо совершать зла. Да, просто в новом завице написано, что все священники, христиане, как раз функция священника, одна из функций священника, останавливает цепочки зла. Ну, подмогу священника. Может быть, да. Так вот, этика добра... Христов тоже, тоже первосвященник, по чину Милхи Синдерка. Ну, с добро мне всё так просто потом. Сначала, как бы, добро, конечно, декларирует о том, что оно вообще не будет никакого зла совершать, а потом оно допускает всё-таки минимальный вред, на самом деле. То есть, ну, не всё так просто там. Страх он спасается? Нет, нет, не всё так просто. Как бы, вот, ну, пока сейчас на более низком уровне находимся, там, на более низком уровне... Мы... Ну, если говорить правильно на самом деле, ведь что такое зло? Ведь зло — это некое намерение принести другому вред. Вот такого зла этика добра стремится избежать. Но на самом деле этика добра не избегает иногда вреда. То есть, в каком-то таком более... В каком-то более широком понимании добра, вот как ты хотел, да, в таком понимании. Ну, например, всё-таки этика добра же призывает защищать свою страну, защищать близких, родителей и прочее. То есть, защищаться же ведь можно, а ведь защищаясь, да, мы же об этом уже обсуждали. Ты иногда можешь принести существенный вред и урон другой стороне, вплоть до убийства. То есть, на самом деле, как бы иногда невозможно не совершать вреда. То есть, этика добра учит не совершать зла, то есть, не совершать намеренного вреда. Но она не говорит о том, что нельзя вреда вообще совершать. То есть, она говорит о том, что если вам приходится совершать вред, то он должен быть просто минимальным. Но если приходится совершать вред, то его надо совершать, если он обусловлен добром. Вот есть некая наша, ведь наша главная цель совершать добро, но если, а тут что проблема, почему я говорю про то, что вред, что здесь есть проблема, потому что если я совершаю вред. Потому что ты жертвовать можешь только собой, ты не можешь жертвовать своим близкими, детьми, страной. Да я понимаю, но просто вред же точно так же может озлоблять и точно так же опять же порождать эти цепочки зла. Я тебя извиняю, в чем тут нюанс? Одно дело, когда ты останавливаешь цепочки зла, это же всегда жертва за счет жертвы, ты жертвуешь собой в какой-то степени, собой ты вправе жертвовать, но ты не вправе жертвовать другими. Именно так, именно в этом и смысле. Поэтому, когда вред распространяется на других людей, ближних тебе, ну как бы более близких тебе, то ты вынужден этот вред останавливать. Ну с симметричным вредом, естественно, да? То есть, допустим, минимальным вредом. Ну минимальным, но не всегда это удается, но каким-то вредом. Минимально возможным вредом для того, чтобы остановить. Мы говорили, вот у нас была задача трех тел, когда один человек, ну мы берем крайний случай, пытается убить другого человека. Когда мы защищаем этого другого человека, мы можем нанести обидчику, насильнику, может быть непоправимый вред, вплоть до убийства. И он в каком-то смысле оправдан, потому что изначальное наше намерение доброе, мы хотим защитить жертву. То есть намерение доброе же, мы хотим защитить жертву, но тем не менее мы наносим вред третьей стороне. И этот вред, как бы, он ведь точно так же может породить опять цепочки вреда. Ну в смысле того, что кто-то... Да, особенно у народов, у которых кровная месть. Кровная месть и прочее. Там, как бы, начало и конца. Там, 300 лет назад кто-то кого-то ударил, зуб выбил, а они до сих пор друг друга убивают. Несколько планов. Да. Тут же проблема в чем состоит? Я вот часто, знаете, какая ситуация бывает, вот в фильмах ее часто показывают, что какой-нибудь один человек, ну скажем, такая ситуация, он защитил свою девушку. И убил, как бы, ну какого-то там насильника. А потом отец этого насильника, да, пытается убить вот этого защитника. Хотя он, может быть, и понимает в глубине души, что тут защитник девушки прав, да? Ну потому что его сын, там, насильник и прочее. Но тем не менее, по каким-то другим, по своим кланам, родственным, там, и прочим соображениям, он считает, что все равно, да, вот ему нанесен ущерб непоправимый, и он имеет право, как бы, вот на жизнь этого защитника. Вот такие вот ситуации бывают. То есть, с точки зрения здравого, ну как сказать, с точки зрения общего рассуждения, вот этот отец ведет себя неправильно, да, но с точки зрения какого-то вот житейского понимания, да, у него отняли сына. И уж не важно, по какой причине его отняли, да, он имеет, как бы, он имеет право получить возмещение, да, за свою потерю. То есть, вот с точки зрения житейской его, как бы, логика понятна. Поэтому не все так просто здесь, как вот я говорю, что на самом деле добро, этика добра не состоит в том только, да, что мы все тумаки получаем по голове, да, нас убивают, нас терзают, распинают, и все. На самом деле не так. На самом деле не все так устроено. То есть, она, этика добра, она защищается, но просто ее защита, она проистекает из других причин. То есть, она, она, то есть, это защита, которая пытается все-таки остановить зло, да, которая понимает, что вот ответом на зло, там, симметричным злом, как бы, это не решение. Что, на самом деле, зло невозможно победить злом, зло невозможно, с насилием невозможно победить насилием. Что это все-таки может быть выходом частным, но не может быть решением вопроса. Потому что, ну, мир устроен симметрично, естественным образом, как бы, в симметрии, так и будет бесконечно порождаться вот эти вот взаимные, взаимное насилие. Оно будет вспыхивать вновь и вновь и постоянно, как бы, создавать в этом мире хаос. Для того, чтобы, как бы, для того, чтобы в этом мире создалась все-таки возможность добра, необходимо вот кому-то, да, вот, собой жертвовать. И вот это вот жертвенное добро, вот это один из видов добра, да, когда человек нарушает в отношении себя справедливость. Ведь что такое справедливость? Это как бы, вот у нас есть сферы, как мы говорили, нашего личного пространства, нашей личной территории. Мы, как бы, считаем, что они покусились на нашу свободу, кто-то ее ограничил каким-то способом, да. И мы соглашаемся с этим, исходя из вот этого добра, да, исходя из того, что мы считаем, что тем самым мы не допускаем в этом мире больше зла. Потому что этот человек, возможно, да, который, совершая зло, может быть, он чего-то не понимает, да, может быть, он потом одумается, как ты говоришь, да, там, покаяться и прочее. То есть, здесь вот есть изначальная вера в возможность разумного, разумной договоренности людей, возможность разумного устроения мира. То есть, вот такая вера есть, и она как раз основывается на том, что есть Бог, который, в конце концов, рано или поздно, это разум, который при этой разумности присутствует. Это можно и без Бога. Ну, без Бога тоже можно, да, согласен. Ну, просто без Бога очень сложно действовать, исходя из добра, как бы, и останавливать на себе зло. Ну, разум-то есть. Ну, а что, вот представь себе, если Бога нет, почему ты должен постоянно страдать, почему тебя все должны пинать, а ты собой должен жертвовать. Жулики тебя обманули, ты пожертвовал собой, там, какие-то, кто-то типа нул тебя, там, а ты не стал в ответ пинать, там, и прочее, прочее. В конце концов, как бы тебя затюгают. Ну, пожалуйста, можно объяснить это тем, что будущее принадлежит именно такому миру, который ты вот представляешь. Это называется «будущее принадлежит кротким». Кроткий наследует землю. Именно кроткий. Те, которые вот не агрессивны, да, вот. Те, кто останавливает зло. Ну, ладно, вот мы, главное, поняли главное различие. То есть, различие справедливости и добра проходит не по линии различения добра, да, а по линии различения зла. Т.е. справедливость, помимо добра, также обязательным принципом допускает и зло, потому что она, в принципе, справедливость является неким принципом симметрии, принципом равновесия. Естественно, чтобы добро уравновешивается с неким злом, это всегда должно быть. Ну и добро уравновешивается добром, скажем, в экономическом обмене, а зло уравновешивается злом в юридическом праве и так далее. То есть добро и зло в справедливости подразумевают друг друга, и обязательно справедливость подразумевает наличие и добра, и зла. Это обязательно, это условие справедливости, иначе не будет возможной симметрии, иначе не будет возможной равновесии. А вот добро, которое основано только на добре, теперь поговорим о добре, оно имеет определенного рода градации. Некоторые виды добра, они также существуют и на уровне справедливости. Мы вот говорили об экономическом обмене, то есть когда люди друг другу приносят пользу, пускай там в целях корысти, но тем не менее пользу. И получается, что там присутствует некоторого рода добро. Или, допустим, мы говорили о помощи на дорогах, некая метафора того, как люди помогают друг другу, даже, может быть, не рассчитывая на то, что когда-нибудь им помогут. Но исходя из некого разумного эгоизма, о том, что, в принципе, это правильно, правильно людям помогать на дорогах, когда кто-то нуждается. А вдруг и у меня будет такой же случай, моя машина сломается, и мне точно так же помогут. То есть это разумно. Вот некий есть такой разумный эгоизм, который предполагает, на самом деле, что разумно друг другу оказывать некоторого рода благодеяние. Тут тоже присутствует корысть, но она такая разумная, да, то есть она не является прямой, она не является корыстью эгоистической такой. И третий вид добра, который мы обсуждали, это вот является как раз совершенно не эгоистическое добро. То есть это первые два вида добра, добро в экономическом обмене и добро в этом взаимопомощи на дорогах или там гостеприимстве и прочее. Эти виды добра, они все-таки опираются на некую симметрию, да, то есть они опираются на то, что я что-то делаю для того, чтобы мне сделали. Вот, например, в экономическом обмене там явно, я как бы обговариваю условия, на которых я согласен совершить обмен. То есть там вот эти условия, вот это вот, и это и равновесие изначально как бы задано в самих условиях обмен. Допустим, взаимопомощи на дорогах или там гостеприимстве, там не говорится непосредственно, что условия никакие не ставятся, да, что вот я это только сделаю, если ты мне так это сделаешь. В некотором отношении подразумевается, что я оказываю гостеприимство, я как бы произвожу некое добро, рассчитывая, что и может быть и меня тоже пригласят в гости, может быть и я поучаствую, и может быть и мне окажут когда-нибудь помощь на дорогах. То есть присутствует некая разумность, не непосредственно обусловленная обменом, но некоторого рода как бы понимание того, что если я оказал какую-то услугу кому-то, то может быть когда-нибудь мне тоже окажут симметричную услугу. То есть здесь опять же присутствует симметрия. То есть вот эти два вида добра, добра в экономическом обмене и добро в взаимопомощи, оно на самом деле все-таки остается в рамках справедливости, в рамках симметрии. И вот третий вид добра, неэгоистическое добро, оно на самом деле является единственное несимметричное. Почему я и говорил, что оно является добром в собственном смысле слова. Потому что это добро выражается в двух видах, как мы говорили. Это добро выражается либо в жертвенности, когда я нарушаю симметрию и соглашаюсь с тем, что жертвую своей свободой, жертвую своим личным пространством. Я жертвую своими деньгами, своими средствами, ничего не требую взамен. Когда я говорю про личное пространство, может, это не очень понятно, что я умею выражаю. Я имею в виду, что нет здесь взаимного обмена. То есть я делаю какие-то поступки совершать, деяния какие-то делаю, деньги отдаю, трачу свое личное время, благотворительность или помощь ближнему. И ничего от этого взамен не требую. Не предполагаю, что требуется что-то взамен. То есть я это просто совершаю в виде некого дара, которого не жду ничего взамен. Никакого воздаяния. Не думаю ни о каком воздаянии. Это просто совершаю в силу того, что хочу это совершать. В этом состоит моя воля. То есть неэгоистическое здесь проявляется в том, что это неразумно с точки зрения этих обменов, с точки зрения симметрии. Что дашь башь на башь, что я делаю тебе, чтобы ты мне сделал. Все вот эти принципы симметрии, они ведь именно как бы принципы естественные, я еще раз говорил. А вот действовать, исходя из того, что я что-то делаю, ничего взамен, это не требует. Это неестественно. Это просто расточать себя. И поэтому это жертвенность. То есть я собой жертвую, я расточаю имущество, самого себя, свое время, свое здоровье, естественно. Все, что у меня есть, для того, чтобы делать что-то ближнему. Вот это вот такое странное поведение, неэгоистическое. Оно потому и труднопонимаемо, что в нем иногда даже может быть возникает сомнение, а разумно ли оно. Потому что всякого рода разумность всегда требует вот этой симметричности, уравновешенности, как в математике. Одно число равно другому, а есть как бы вот есть некоторого рода, что такое разумность? В конце концов, всякого рода разумность, она вот базируется на том, что возникает некоторое рода какие-то уравновешенности, какого-то рода симметрии. А если возникает какое-то постоянное расточение, кто-то тратит себя и ничего взамен не требует, мы как бы за этим подразумеваем какое-то ненормальное поведение. Нам так кажется, что поведение ненормально, так не может быть. И тут вот интересный как раз пример Солнца. Мы уже это обсуждали. Дело в том, что вот почему Солнце является метафорой Бога? Потому что Солнце светит, благодаря Солнцу растет наше урожай, благодаря Солнцу мы как бы живем в тепле, мы видим как бы Божий свет, потому что в темноте мы ничего не видим. И прочее, и прочее. То есть Солнце оказывает нам бесконечное благодеяние. В конце концов, вся Земля живет за счет энергии Солнца, если вдуматься. То есть все, что на Земле растет, и все, что совершается на Земле в человеческом измерении, все совершается благодаря Солнцу. Иначе говоря, мы потребляем безвозмездную энергию Солнца, а ничего Солнцу взамен не отдаем. То есть Солнце в этом отношении жертвы на себя расточают. Жертвы на себя расточают. И поэтому Солнце является примером, метафорой Бога. Вот так поступает Бог. На горле проповеди, в Евангелии от Матвея, ведь так и говорит Христос. Он говорит, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Имея в виду, что Он как Солнце светит и праведным, и грешным. И посылает дождь на добрых излов. И поступайте и вы точно так же. То есть на самом деле нам предлагается некоторого рода пример. Стать электрической лампочкой. которая расточает себя, как Солнце светит. И точно так же нам нужно светить. Почему вообще метафора Света так важна? Потому что тут, я говорю, возникает вот эта метафора Солнца. Везде и всегда. У Света Солнца нет симметрии. Свет Солнца как бы в одном направлении идет. Он как бы расточается во все стороны, из центра, и все. Так вот, в чем тут еще важная проблема состоит? Что когда мы говорили о совести, не очень понятно на самом деле, является ли совесть неэгоистическим или нет. Дело в том, что вообще говоря, в наших исследованиях очень важно все наши наработки как-то соотнестись друг с другом. Иначе у нас получалось так, что все, что неэгоистическое в нас, это связано как-то с совестью. Почему? Самое интересное оправдание. А потому что справедливость, она базируется на принципах, на законах, на заповедях. А добро, оно должно быть конкретным, оно должно исходить из наличной ситуации, и оно не может быть выражено в каких-то принципах, заповедях и законах. Да, вот оно такое, нечто специфическое. Его можно только на него указать, так как-то навести, говорить о любви. Хотя ведь не говорится, что это заповедь о любви, а именно что-то такое, что можно только в конкретном поведении указать. Потому что в каждом конкретном случае любовь будет определенная вещь. Нет никакого общего принципа, что такое любовь. Нельзя какую-то формулу вывести в любви, и сказать, что вот, как вот, допустим, категорический императив Канта, сказать, что вот поступает, или как золотое правило, поступает так, как ты хотел бы, чтобы в отношении тебя поступали другие. Вот такого формулы изначально для добра, для любви выписать невозможно. Но здесь вот есть вот одна вот такая заковыка, на самом деле, что нельзя отождествить совесть, на самом деле, и не эгоистическую. Дело в том, что совесть, все-таки, это уровень коллективного бессознательного. То есть вот есть уровень, у каждого есть индивидуальное бессознательное, а вот есть коллективное бессознательное. Это коллективное бессознательное в нас проявляется в виде совести. Но мы об этом говорили. Что такое совесть? Ощущение человека, ощущение принадлежности человека к коллективу. Только лучше говорить без этих коллективных, бессознательных. Потому что неизвестно, есть ли эти бессознательные. Не, ну я как бы для того, чтобы попробовать. Просто вот это некая интуиция коллективного, общественного. Что вот есть некоторого рода опыт коллективной жизни. И он выражается не в каких-то явных принципах, в каких-то явных законах. Ну что-то выразили в явных законах. Постепенно нам удается что-то выражать явно. Ну а что-то так и остается за рамками этой выразимости в принципе. Оно присутствует, мы понимаем его конкретном поведении. Мы действуем как-то и понимаем, что бы означало правильное действие в данной конкретной ситуации. Но мы выразить на каждый случай не можем. В каждом конкретном случае мы будем действовать по-разному, в зависимости от ситуации. То есть вот эта конкретность, она и говорит о том, что нет общего абстрактной формулы, абстрактного принципа, который бы указывал, как надо действовать. Так вот, я что хотел сказать. Я хотел сказать, что помимо совести существует еще одно, один уровень неэгоистического добра. Это уровень сознательного добра, неэгоистического. То есть если совесть, она базируется, тебе не нравится слово «бессознательное», но в некотором смысле она базируется на какой-то интуиции, скажем так, которая растворена как бы, мы ее чувствуем в себе, она как-то нам понятна, но мы не можем эту интуицию контролировать, мы не можем эту интуицию вполне осознать. Да, ну мы действуем как-то и понимаем, чувствуем, что угрызений совести нет, значит действуем правильно, мы как-то чувствуем это. А вот хотелось бы все-таки иметь какой-то не принцип, а понимание правильно поведения. Вывести эту интуицию на уровень понимания. Да, то есть вывести эту интуицию на уровень сознания. Зачем это нужно? Сейчас я просто объясню. Мы могли бы довольствоваться, наверное, как, например, довольствуются животные, да? Совестью на уровне интуитивного. А как мы должны отрефлектировать свои поступки-то как-то? Ну, задним числом каждый раз рефлектировали бы. А ты ходишь наперед? Нет, а я хочу просто договариваться. Вот в чем смысл-то состоит? Почему нужно совесть попытаться вывести на уровень сознательного? Почему вообще нужно неэгоистические, а сознательные поступки? Потому что только на уровне сознательного мы можем с друг другом договариваться. Мы, конечно, на уровне совести, мы с друг другом согласованы. Вот есть некоторый рода коллектив, группа, там, ну, неважно, там, маленькая группа, ведь семья. Ну, да, если кто-то в этом коллективе начнет другого зубами рвать, все его осудят, конечно. Это понятно, согласованность есть на уровне совести. Но вот хотелось бы, чтобы была согласованность разумная. И вот здесь возникает и разговор о коммунизме как раз. Что вот коммунизм в своей идее, безотносительно Маркса и всех других вещей, вот в своей идее, да, безотносительно пока теории коммунизма, она и говорит о том, что это такое общество, в котором вот существует некоторого рода разумный способ согласования. Ты даже лучше говоря о царстве Божьем, понимаешь? Потому что коммунизм это отдельная тема совсем. Это все-таки есть. Ты понимаешь, царствие Божье, это тогда будет специфическое и христианское нечто. И потом, царствие Божье, оно имеет такие коннотации, немножко чисто религиозные. То, что оно по-разному понимает судьи, некоторые его на небе видят, понимаешь? А я-то все-таки говорю о том, что он возможен на земле. Конечно же, Христос говорил о том, что царствие Божье надо на земле построить, что оно возможно уже сейчас на земле. Мы это тоже обсуждали. Но тем не менее, я хотел бы говорить о некотором устроении общества разумном на земле, которое бы согласовывалось не на уровне совести, потому что совесть у разных коллективов может быть разная. А почему ты считаешь? Ты просто не понимаешь, что такое коммунизм. Коммунизм это совершенно отдельная тема. Это такая доктрина, в которой считается, что как раз экономическими условиями, чисто механистическими, можно как бы человека сделать сознательным. Мы же с тобой, наоборот, идем с идеалистической позиции. Мы считаем, что сознание первичное. Поэтому это никак не коммунизм. Ты просто большую путаницу вносишь. Я хочу просто показать, почему коммунизм так трудит. Не коммунизм, а идеальное общество договорит. Или более совершенное общество. Но не коммунизм. Я потому и говорю коммунизм. Потому что когда раньше говорили слово коммунизм, они считали, что он возможен. Я тебе объясню, почему я противоречу тебе сейчас. Я-то считаю коммунизм взлом вообще сейчас. Ну пускай. Взлом и заблуждение. Мне больше всего нравится, когда люди не хотят услышать мысль, а вот хватается за слова. Будем говорить об идеальном обществе. Хорошо. Мне совершенно все равно. Общество X. Хорошо. То, что тысячи. Да, лучше говоря обществе X. То, что ты сейчас понимаешь под коммунизм. Это чисто фетишизм. Услышал слово коммунизм, значит все уже. Да нет, не фетишизм. Под коммунизм конкретная доктрина понимаешь. Нет. Коммунизм означает общественная жизнь. А слово коммунизм, общественная. Причем здесь вообще коммунистов было и до Маркса много. И без него были. И Оуин там был, строил свое общество и прочее. И община Христа тоже коммунистическая община. И там Кумранская община была тоже. Она тоже община. Это слово общность жизни. Ну хорошо, пускай вы коммунизм. Ну с таким комментарием. Суть вопроса в чем состоит. Правда тут надо еще одну сторону осветить. Почему вообще говоря мы выходим на разговор о коммунизме. Дело в том, что вот я говорил, что человек частичное существо. Что принципы, даже когда надо говорить не принципы, а что этика не может быть правильно выражена на уровне отдельного индивида. Вот каждый отдельный индивид в силу того, что он врос в общество. И изначально как бы с обществом очень сильно связан. Что он неотделенный атом, как вот пытается нам показать теории западной демократии. Что на самом деле общество образуется путем как бы объединения отдельных атомов. Вот как вот в веществе, в физическом веществе есть какие-то атомы рассеянные. Они как-то объединились. Молекулы, молекулы там объединились друг с другом. Вещества и прочее. Что как бы вот есть некого рода такое понимание, что изначально мы индивиды, самостоятельные, суверенные личности, которые путем общественного договора объединяются в некоторую роду общности. И потом эти общности как-то существуют. Вот и даже существовала такая теория общественного договора в эпоху просвещения. Просвещение там Руссо там и прочее. А я говорю о том, что на самом деле изначально человек по своей сущности, он не является вот таким атомом, не является такой вот такой суверенной личностью, он является частичным существом. Он изначально какой-то своей частичкой врос в общество. Он неотделен. Он вообще обусловлен. Он очень сильно обусловлен. Не просто обусловлен. И обусловлен здесь не в смысле как бы детерминированности, а в смысле того, что часть существа человека как человека базируется на том, что такое общество. Вот если я, человек, живу на необитаемом острове один, то на самом деле я теряю часть своей человечности. Потому что моя человечность базируется на том, что есть другие люди. Принципиально, это принципиальное основание. То есть я теряю часть самого себя, когда я изолирую себя от общества, когда я выбрасываю из себя все общество там, когда нет общества, как бы часть меня как бы перестает существовать. То есть сущность моя, которой я сам же дорожу, она, в частности, существенным образом опирается на то, что представляет собой общество. И поэтому мы так вообще говорим, поэтому мы друг к другу жмемся, поэтому мы живем коллективами, поэтому для нас так важно общественная жизнь, общественное мнение и прочее. Просто потому, что мы сами понимаем прекрасно, что общество это нечто, что является сущностно нашим, что входит внутрь нас. И вот если мы говорим о таком человеке, это вот в свою роду некоторая идея человека, который продержит... Даже можно так сюда добавить, хочу, что вне сознания общества, вне общественного сознания, наше индивидуальное сознание вообще невозможно. То есть мы вне общественного сознания, то есть не соприкоснувшись с другим сознанием, сознание человека не может пробудиться. Для того, чтобы вот ребенок родился, для того, чтобы в нем загорелась искра разума, он должен соприкоснуться с другим сознанием, с сознанием других людей. Понимаешь? Сама по себе она не возгорится. Ну я понимаю, только ты зачем тривиальные вещи говорите? Это все понятно. Я же как бы... Когда я говорю, что в рост человека, это подразумевает все, все многообразие различных сверху, тунизу, всяких отношений. Нет, я просто... Для чего это хотел сказать? Я это хотел сказать... Может, бесконечному силу человек рождается в обществе, или там, и так далее. Что мы настолько обусловлены обществом, что без общества мы не можем быть людьми. Вот что... Ну а я еще сказал, что человек частичное существо, это что по-твоему означает? Вот коту отрубить лапой, он будет котом уже. Ну будет, в каком-то смысле, котом. Но он частичным будет существо. Мы... Точно так же мы, как без общества, мы как без рук, как будто нам руки отрубили, понимаешь? Как будто бы нам снесли полчерепа. Что такое частичное? Это означает, что мы можем оторвать себя от общества, только снеся себе полголовы, понимаешь? Или руки оторвав. Вот что это означает? Что мы вросли в общество. Что общество не является чем-то, как придатком, который возникает. Вот я живу суверенный такой индивид, атом такой. Такой весь прям независимый, универсальный. И вдруг решил, ну пойду-ка, ну тут общество есть, ну пойду-ка, типа в общество вступлю, договорюсь с другими там ребятами, и будем мы вместе жить, поживать отрабраживание. Не так. Никакой я не суверен. Я изначально у меня, из меня выросло нечто, да, вот как бы. Я в обществе изначально врос. И я себя выделил, как бы, да, чуть-чуть отодвинул из общества и сказал, вот это вот то, что я отодвинул, оно типа суверенное. На самом деле, если я еще дальше оторву себя от общества, то я просто потеряю счастье самого себя. Вот как надо говорить. Надо говорить о том, на самом деле, что человек только иллюзорно чувствует свою суверенность, и он является сувереном, вот этим универсальной личностью, как они грезили в эпоху возрождения. Как они говорят, экзистенциалисты вслед за ними, да, что вот человек, это некая рода возможность, да, некого рода проект, обращенный в будущее. Вот такое понимание человека, которое говорит о том, что человек нечто цельное, да, такое фундаментальное, на чем все остальное выстраивается. То есть, вот есть в фундаменте общества лежит человек, а на человеке настраивается потом семья сначала, а потом там группы, там и так далее, и так далее, и в конце концов, все государство держится, в принципе, на человеке, как на неком роде принципе, да. На самом деле, не так. Изначально как бы все выстраивается по-другому, изначально есть некоторого рода система людей, и мы все друг к другу вросли, мы все друг к другу тесным образом связаны, и все от друг друга зависят. Но не той зависимостью, что мы, что мы, как бы, обрывая общество, получаем, должны как бы завоевать некоторую свободу, а то и зависимостью, что мы сами кровно заинтересованы в этой зависимости, что мы сами, на самом деле, вступили в эту связь, потому что эта связь является частью нашей сущности. Ну ладно, это как бы некое родо отклонение, но суть-то вопроса в чем состоялась? Суть вопроса состоялась в том, что вот если мы так понимаем человека, то мы всегда, всякий раз, когда обсуждаем этику, мы должны подниматься на уровень выше. Мы всегда должны говорить на самом деле об обществе. И если мы вдумаемся, то ведь мы об этом и говорим, что вот этика вырастает всегда как этика взаимоотношения двух людей. Не как этика одного человека, а как взаимоотношения двух людей. То есть этика лежит где-то между людьми. То есть отношения этики, они где-то вот рассеяны, да, во взаимных отношениях различных людей в обществе. То есть и этика по существу своему. Субъектом этики выступает общество как целое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok